Пермский край вновь вливается в большой баскетбол. Недавно созданная команда Парма на этой неделе стартует в розыгрыше Кубка России. С молодым коллективом могли познакомиться все желающие на специально организованные встречи. Средний возраст команды около 20 лет. Все это воспитанники Прикамской баскетбольной школы. У нас здесь охвачена такая география. Начиная с... есть ребята с Аханска, с Лысьвы, с Соликамска, с Березняков. Где вот школа из Аханска, есть мальчик с Чернушки. Есть и дядька-наставник. Эта роль отведена Александру Башминову. Экс-игрок Уралгрейта и сборная России является генеральным директором нового Пермского клуба. Но в домашних матчах Пармы будет еще и выходить на паркет. Надеюсь, что мы, по крайней мере, не разочаруем болельщиков. В первую очередь по духу. Результат, он придет. Реб-команда молодая. Думаю, никуда от нас первые места не денутся. И, скорее всего, мы уже в этом сезоне сможем порадовать своего болельщика. А в будущем будем только расти. К числу опытных можно отнести еще разве что Василия Бабайлова. В свое время, будучи совсем еще молодым игроком, он пробился в состав Уралгрейта. Но тот приказал долго жить. Сейчас у Бабайлова вновь появляется возможность проявить себя на российской арене. Вот все говорят, что я старый. Мне 27 лет, я еще не старый. Я еще вам всем покажу, как говорится. Ребята у нас тоже не совсем молодые. И я думаю, что у нас взаимопонимания достаточно. Самое главное, что у нас есть желание. Я думаю, сначала мы попробуем на желание, а потом уже и опыт придет. Старт в новом сезоне Парма возьмет Вежевский. Предварительный раунд Кубка России состоится там с 13 по 15 сентября. Молот Приками, стартовавший в новом сезоне с победы над Нижнетагинским спутником со счетом 3-2, готовится провести второй календарный матч в рамках чемпионата ВХЛ. 11 сентября соперником нашей команды будет Тюменский Рубин, финалист плей-офф прошлого сезона. Поединок пермяков и тюменцев УДС Молот начнется в четверг в 19 часов. В Казани финишировал чемпионат России по хоккею на траве среди женских команд. Сборная нашего края, юность Пермские Медведи, провела в рамках заключительного тура 5 матчей. Три выиграла, один проиграла и один раз была зафиксирована ничья. В результате сезон наш коллектив закончил на третьем месте в турнирной таблице высшей лиги и завоевал бронзовые награды. Там же в Казани прошел чемпионат мира по стрельбе среди студентов. Участники 30 стран мира разыграли медали в стрельбе из пистолета и винтовки на дистанциях 10, 25 и 50 метров. Наш спортсмен Ринат Аюпов завоевал весь комплект наград в стрельбе из пневматического, малокалиберного и стандартного пистолетов. Упражнение ПП-2 он взял золото, МП-6 серебро, а упражнение МП-10 бронзу. В Чайковском проходит серия всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. В борьбе за награды активно участвуют и наши спортсмены. В лыжном двоеборье на большом и малом трамплинах победу среди юниоров одержал перемяки Евгений Климов. Кроме того, в десятку лучших на первенстве вошли Владимир Котельников, Сергей Сергеев и Никита Окс. На соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Егор Усачев стал бронзовым призером среди мужчин, а у женщин серебро завоевала Анастасия Гладышева. У юниоров хорошо выступил Сергей Куликов на его счету бронза. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.